К другим темам. Упрощение процедур для граждан и ускорение обработки документов. Таковы одни из итогов работы регионального управления Росреестра в 2022 году. В минувшую пятницу ведомство огласило эти результаты на заседании коллегии, на котором побывала и наша съемочная группа. В 2022 году управлением рассмотрено более 282 тысяч заявлений на проведение учетно-регистрационных действий. Это на 1,4% меньше по сравнению с 2021 годом. При этом на 11,8% увеличилось число заявлений на предоставление услуг Росреестра, принятых в электронном виде. Их доля от общего числа превысила 50%. В количественном исчислении это 143 с лишним тысяч. За прошлый год мы достигли показателя роста количества обращений более чем на 10%. Но это не предел. И нам с вами, конечно, уважаемые коллеги, в первую очередь территориальное дело, предстоит работать в этом направлении очень активно. За 2022 год Тверским Росреестром зарегистрировано почти 15 тысяч ипотек, что на 23,8% меньше, чем в 2021 году. Главная причина снижения – ухудшение экономической ситуации. Одним из приоритетных направлений деятельности является кадастровый учет многоквартирных жилых домов. Их в 2022 году поставлено на учет 145 единиц. А в 2021 году всего 95. Кроме того, на протяжении 2022 года Тверской Росреестр тесно взаимодействовал с Законодательным собранием Тверской области. Благодаря качественной работе специалистов Росреестра мы имеем возможность своевременно принимать законодательные акты, связанные с планированием развития территории и реализацией политических задач. А еще, среди прочего, благодаря работе Росреестра по правильному определению границ территории меняются даже дорожные знаки. В частности, указатель, известный благодаря музею Серова, населенный пункт Домоотканово, сменила более прозаичная красная новь. Так что здесь, наверное, тот случай, когда любителям искусства поможет только автомобильный навигатор.